Друзья, я счастлив вас приветствовать, как обычно. Я нахожусь сейчас в недрах, где-то в недрах главного магазина «Сплав» «Всея Руси» на улице Кечерская, которая находится в Москве. Со мной специалист компании «Сплав» Кирилл. Приветствую, Кирилл. И мы сейчас очень кратко пробежимся по составу многослойного и многоуровневого комплекта одежды по версии «Сплав». Именно так. Для тех, кто не понимает, о чем речь, друзья, но в современной военной, скажем так, одежде существует, наверное, уже общепринятая в мире система. Ну, можно ее назвать общепринятой, скорее, да, система... Скорее всего, можно назвать. Можно назвать, да. Которая находится уже практически во всех армиях. Во всех армиях мира, да. Многоуровневая или многослойная, кто ее по-разному называет, система одежды. В чем смысл? Смысл в том, что военнослужащему, ну, предполагается, что данная система целиком, данный комплект целиком выдается. И разным образом комбинируя эти слои с летним полевым костюмом, он может добиться того, что будет в границах комфорта в самых разных климатических условиях. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы сейчас не будем делать обзор каждой вещи, каждого элемента, который входит в комплект, а просто покажем вам, покажем вам, да, состав именно вот этого многоуровневого комплекта применительно к ассортименту компании «Сплав». Для того, чтобы вы, ну, почему именно применительно к ассортименту компании «Сплав», потому что именно в магазинах компании «Сплав» данная система, она представлена практически по слоям в полном комплекте. И придя сюда, вы можете данный комплект целиком приобрести в одном месте, либо, соответственно, докупить те слои, которых у вас не хватает. Потому что все вот вы слои, вы сейчас увидите, все элементы комплекта так или иначе представлены в ассортименте компании «Сплав». И еще маленькое замечание. Традиционно, традиционно, да, на данный момент считается, если я не ошибаюсь, поправим, если я ошибаюсь, это, ну, семь слоев, скажем так. Да, существует основные семь слоев, которые позволяют действовать в любом практически климате. Плюс к этим семи слоям могут быть некоторые дополнения, то есть некоторые облегченные слои, которые дополняют этот комплект и позволяют лучше маневрировать слоями. Окей, и, соответственно, еще, конечно, в дополнение к этим семи слоям идет летний полевой, либо боевой костюм, соответственно, да. И он не входит семислойный в этот комплект, но он дополняет, то есть можно этот костюм комбинировать с другими слоями. Да, конечно, то есть полевой костюм, он тоже может быть в разном варианте, там, либо это просто простой полевой костюм, типа всем известного АКУ, БДУ, либо это более сложный, типа изделий, боевой костюм, какие-то вещи, костюм, штаны, либо рубахи. Поэтому, как бы, здесь не имеет смысла включать все это в семислойный именно комплект. Окей, ну, начнем. Начнем с первого слоя. Я сразу задам уточняющий вопрос, в зависимости от того, какие комплекты. Ну, если мы будем брать разные комплекты разных стран, то мы увидим, что в первом слое, с которого мы начнем, может быть два предмета, а может быть четыре предмета. Например, в комплекте ПКУ у нас есть четыре предмета, а в комплекте КВАКС у нас два предмета. Как с этим обстоит дело в комплекте от компании СПЛАП? Ну, здесь мы решили пойти, как бы, по расширенной системе, так как кому-то нравится длинный рукав, кому-то нравится короткий, очень много пользователей, и здесь мы в первом именно слое влагоотводящем решили сделать практически полную линейку. То есть четыре предмета получается у нас? Получается, да, четыре. Четыре предмета? Поехали. То есть, прежде всего, это трусы. Боксеры. Да, трусы-боксеры. Друзья, я обращаю ваше внимание, мне частенько пишут в комментариях, ты бы еще обзор трусов сделал. Но смех смехом, но если мы рассматриваем первый слой, первый слой, ну, влагоотводящий, который состоит из четырех предметов, который мы сейчас перечислим, самый сложный элемент одежды, поверьте мне, самый сложный, это трусы. Почему это самый сложный элемент одежды? Потому что если его конструированию подошел производитель неграмотно, то трусы эти на марше, на длительном, могут вас вывести из строя. Я не шучу на самом деле, потому что если они недостаточной длины, или недостаточная компрессия, недостаточное облегание у вас этими трусами достигается, соответственно, вот ткань, она подкатывается к паху и может очень сильно натереть внутреннюю поверхность бедра. Настолько сильно, что продолжать выполнять задачу будет, ну, не очень приятно, это мягко говоря. Поэтому, когда вы шутите про трусы, это такая шутка, знаете, нифига не шутка. Какое рабочее название у данной модели? Данная модель называется Агат. Агат. И в ближайшие буквально полтора, ну, может быть, два месяца все это уже будет поступать в магазин. К лету. То есть к лету будет она, да? Да. Все. Отлично. Идем дальше. Трусы посмотрели, футболка. Соответственно, футболка с коротким рукавом. То есть точно из такой же ткани, довольно-таки свободного крови, не свободного крови, а наоборот. Так, все, стоп. Нормально, нормально, не теряйся, короче. Человек, в отличие от меня, не слишком привык перед камерой высыпать, проблем никаких нет. Я так понимаю, она облегает, но без лишней компрессии, судя по нее. Без лишней компрессии. Манжета относительно свободная, я вижу. То есть все это по факту будет только плюсом. Еще раз говорю, мы в обзоры не углубляемся. Как будет рабочее название футболки? Это все-таки комплект Агат. То есть первый слой в нашей компании называется Агат. Короткий. Первый короткий. Трусы, футболка и длинный. Отлично. Все, Агат, поехали. Переходим к, давай, футболке с длинным рукавом. Опять же Агат. Да. И я так понимаю, она будет доступна помимо оливкового еще в таком сером цвете. Серый цвет это, скажем так, в нашей туристической гражданской линейке, а в военной линейке будет два цвета. То есть это оливковый, который вы уже видели, и в темно-песочный. О, такой красивенький. Вот такая будет эта в таком цвете, да? Очень хорошо. Так, и давай длинный. Что у нас? Ну и в длинном комплекте, соответственно, уже брюхи. Как трусы, только длинные, да? И чуть более, я так понимаю, они будут свободно сидеть. Хорошо. С первым слоем разобрались. Это, я так понимаю, был влагоотводящий слой, четыре предмета. Да. Первый влагоотводящий слой, четыре предмета, и все они называются Агат. Только Агат трусы, Агат кальсоны. Агат с футболкой с коротким рукавом, Агат с футболкой с длинным рукавом. Переходим ко второму слою. А второй слой, это утепляющий слой. Промежуточный, теплоизолирующий, да. Стоит он, соответственно, из... Из двух предметов. Ну, он всегда из двух предметов состоит. Куртка и штаны. То есть футболка с длинным рукавом, молния до середины, до высокого горла, молния до середины груги и штаны кальсоны. Я вот вижу там бирочку Polartec, да? То есть материал у вас прям материал-материал, да? Это изготовляется из полотна Polartec, который зарекомендовал из себя... Исключительно с хорошей стороны. Исключительно с хорошей стороны. То есть несмотря на существование аналогов, скажем так, Polartec остается Polartecом все равно. Но, скажем так, для менее притязательных клиентов в линейке нашей военно-тактической есть белье второго утепляющего слоя из более дешевой и простой ткани, но такой же... То есть конструктивно так же, функционально примерно так же, просто более дешево из-за использования материала, правильно? Но я так понимаю, что Polartec это, скажем так, флиз от торговой марки Maldon Mills и дешевле его сделать нельзя, потому что он... К сожалению, да, сейчас как бы с этим подстоят именно так. Со вторым слоем понятно все, оставь его, пускай висит, переходим к третьему слою, да? Да. А, внимание, как, прошу прощения, как у нас будет называться он? Это гранит. Гранит, все, понял. Поехали дальше. Ну, не лишним будет сразу же упомянуть, что во всех названиях нашей семислойной системы стоит буковка L и номер слоя. L1, L2, L3, все, я понял, да. Идем дальше, третий слой и куртка Tactical, моя любимая, моя любимая. У меня с 12-го года данная куртка находится, пережила и Крым, и Рым, и это шутка была, по поводу Крыма была шутка. Так вот, короче, с 12-го года она у меня все командировки ездила со мной, и я не скажу, что она выглядит как новая, но она до сих пор остается функциональной. И я касаемо третьего слоя могу сказать, что у меня была в пользовании куртка с комплектой Quax, куртка из комплекта ПКУ, и вот куртка Tactical от сплава, и куртка Tactical от сплава The Best, короче. Она по функциональным свойствам, по крою и по всему превосходит аналоги более именитые, скажем так, именно по конструктиву. Конструктив куртки, данные куртки третьего слоя, а третий слой включает только куртку. Она просто великолепна. Ну, хочу сразу оговориться, то, что носил ты, оно было сделано из полотна Polartec. К сожалению, из-за нынешней дороговизны Polartec именно в исполнении High Low, мы были вынуждены искать некие аналоги. Но, уверяю вас, данный аналог High Low совершенно ничем не отличается от Polartec. High Low, друзья, это вот такой вот лохматый материал на мишку похожий. Все, не будем углубляться третьим слоем, только куртка, все понятно. Четвертый слой, чем представлено, только верхом. Да, только верх. В принципе, это просто обыкновенная ветровка без каких-либо специальных пропиток. Без капюшона, сколько я вижу. Без капюшона, потому что капюшон, скажем так, штука такая, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но, учитывая, что это... Опять же, попасть под объемы шлема, тоже проблематично. Решили делать его без капюшона. Я понял. Значит, этот данный слой может быть как внешним, да, когда такая легкая прохлада, скажем так, так и внутренним, да, для дополнительного утепления под другие внешние слайды. Только верх, четвертый слой, только верх. Ну, это традиционно только вера, друзья. Переходим к пятому слою. Я про пятый слой скажу два слова. Смысл в чем? Если мы берем многослойный комплект одежды, мы уровнем комплекта одежды, в них выделяют два базовых слоя. Два. То есть, из семи слоев два слоя являются базовыми. Базовым слоем является первый слой, он является базовым слоем. То есть, как бы то ни было, первый слой на вас будет по-любому. Короткий или длинный, но по-любому будет на вас надет. И почему является пятый слой базовым, примитивно к семислойному комплекту? Потому что в прохладную погоду, в холодное время года, когда температура воздуха падает, чаще всего цифра звучит, когда температура воздуха ниже плюсу 10 градусов Цельсия, то пятый слой становится основным внешним слоем вместо летнего полевого костюма. Поэтому он является базовым слоем в семислоенном комплекте. Я, насколько понимаю, у вас пятый слой есть в двух исполнениях. Правильно я понимаю, да? Первое исполнение называется платан, да? Что он включает у нас? Значит, комплект как включает в себя куртку и, соответственно, брюки. Куртка с капюшоном, соответственно. Да, куртка с капюшоном и брюки. То есть основное отличие комплекта платан в том, что он заточен больше под город, нежели чем под полевое использование. И, соответственно, он более плотный, нежели чем второй комплект полевой именно. Ну, я так понимаю, что вот этот комплект, судя по изнанке, по изнанке такой приятный на ощупь, он может использоваться с большим успехом самостоятельно. То есть без промежу... Да. Это длинного нижнего слоя, да? То есть его можно одевать непосредственно на белье. И он будет очень комфортно на тело выглядеть. Плюс эластичности здесь побольше добавлено. Он такой довольно тянущийся такой. Выглядит приятно. Это комплект платан. Я так понимаю, он в большей мере заточен на город. А если мы говорим чисто про полевые условия, то это комплект торон. Комплект торон, да. Точно так же, да? Куртка и брюки у нас. Ага. Брюки и куртка несколько попроще. Попроще, да, я заметил. Элементов. Вещей, которые пригодятся в городе, но при этом они не нужны в поле. Угу, угу, угу. Ну, и, соответственно, куртка тоже с капюшоном. Да. Ясно. Окей. Это было то, что называется soft shell, правильно? Пятый слой. Это то, что называется soft shell. Просто неутепленный софт. Кидай его так пусть висят, ничего страшного. Неутепленный soft shell. Это именно особенность военных комплектов. Переходим, соответственно, к шестому слою, который уже называется, скажем так, hard shell. То есть, если задача основная soft shell у нас защищать от ветра, от мелкого дождика или мелкого снега, то, соответственно, задача hard shell уже непосредственно защищать от сильного дождя. Именно его задача защищать от дождя. Соответственно, это мембранная, я так правильно понимаю, куртка и мембранные брюки, да? Давай в двух словах. Ну, в двух словах. Как бы это полноценная мембрана, довольно-таки плотная, износостойкая, все швы проклеены. А брюки для удобства ножки, они сделаны с высоким поясом и, соответственно, с тракторными молниями для того, чтобы облегчить доступ к внешним карманам. Плюс вентилятор. Ну, я смотрю, система здесь вентилирования такая богатая, потому что, ну, мембрана, как бы она не очень хорошо вентилируется. И для того, чтобы обеспечить в ходе движения хоть какую-то, скажем так, какую-то вентиляцию, без ослабления влагозащитных свойств, здесь, соответственно, сделаны вот такие вот вентиляционные клапана. Довольно большого они размера, хочу сказать. Можно ожидать от них функционала такого, как положено. Значит, друзья, обращаю ваше внимание, что шестой слой, который мы только что рассмотрели, мембранный, может быть только внешним. То есть он надевается только, если пятый, сверх поверх пятого слоя еще имеет смысл, возможно, утеплиться. Можно шестой поверх пятого, то он шестой слой, но только внутренний слой, только внешний, только внешний слой. Так, и переходим, соответственно, мы рассмотрели шестой слоев, переходим к седьмому. Я смотрю, у вас богато представлен тоже седьмой слой, прямо так много вещей у вас в седьмом слое. Давай по порядку начнем. С чего начинаем? Вот тут как раз... Особенность. Да, особенность. О чем мы говорили вначале? О том, что некоторые слои дополняются дополнительными слоями. Элементами. Да, элементами, так называемый слой А. То есть некое дополнение. Поехали. В седьмом слое... Который является внешним утепляющим слоем. Седьмой слой – это внешний утепляющий слой. Используется, соответственно, военнослужащим, либо сотрудникам, когда холодно уже. Соответственно. То есть когда нам нет необходимости с большим грузом, далеко и тяжело идти. Потому что, соответственно, он теплый, вы будете в нем активно терять влагу, если будете в нем двигаться. Поэтому мы говорим о внешнем утепляющем слое. Поехали. Давай начнем, наверное, все-таки с основного утепляющего слоя. А потом... А потом вернемся дополнительно. Окей, окей, окей. Итак, у нас куртка. Комплект называется Борей. Это комплект, состоящий из куртки и, соответственно, штанов. И брюк. Отечественные утеплители 200 грамм. Брюки. Что у нас там? Шелтер, да? Шелтер спор. Много читал про шелтер. На самом деле отзывы, все, кто пишут, отзывы исключительно положительные. Ну, по сути, если так сравнивать с шелтером, то тут же нет. Ну, это понятно. Но ты же знаешь нашего потребителя. Они... Да, да, да. Поэтому это вот это по сути. Они вот это по сути... Вот. Зарекомендовал себя очень хорошо, как бы, поэтому мы его применяем. Брюки исполнены в виде самоотброса. Ну, понятно. Чтобы надеть, можно было поверх уже непосредственно пятого, например, слоя, да? Либо полевого комплекта. Ясно. В комплекте идет вот такой мешок, да? Упаковочные мешки идут как к штанам, так и к курткам. Окей, это штаны. Теперь куртка, да? Ну, куртка, понятно, такая классическая семерка. Довольно такая она объемная для того, чтобы ее можно было надеть поверх, соответственно, других... Да, 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 да. Да, уже можно, я думаю, что ее не застегивая, накинуть прямо поверх средств индивидуальных бронезащиты, либо разрушенных платформ. То есть мы ее сверху накинем, просто спереди не будем застегивать. И в таком, ну, виде можно будет находиться на позиции где-то и не замерзнуть. Объемный капюшон и так далее, и так далее, и так далее. Все понятно. Соответственно, как некий аксессуар, это... Шапка. Шапка утепленная. Ну, я вот на нее давно смотрю, на эту шапку, она вот такой при внешнем... Выглядит странно, но она теплая работа. Она выглядит очень странно, я бы сказал, не просто странно, а очень странно она выглядит, да. Но абсолютно, как правильно заметил Кирилл, она 100% работоспособна. И она полностью, скажем так, сделана из современных материалов, и основной материал, и утеплитель. Соответственно, на флисе гиполергенна, не будет раздражать кожу головы, особенно такой, как у меня, и так далее. То есть она выглядит, конечно, смешно, но еще раз... Сейчас говорю, она функциональна. Это что касается основного седьмого слоя. Но я вижу здесь еще какие-то дополнения, правильно? Причем эти дополнения касаются только верха. То есть здесь мы видим брюки и куртку, а здесь мы видим только верх. Да, и что тут у нас? Это так называемый седьмой А слой, то есть дополнительный слой утепления. То есть это легкая куртка, в которой чуть меньше утеплителя, чем в полноценном седьмом слое. Данная куртка иногда заменяет флис. Третьего слоя. Да, третьего слоя. Иногда она носится самостоятельно. Извини. Да-да-да. Договорю. Основная особенность – это то, что она пакуемая. Конечно, конечно. Она занимает очень маленький объект. И как экстренное утепление с собой всегда... Но я бы выделил еще как плюс следующий. То, что куртка третьего слоя, лохматая, хайлофт, куртка третьего слоя, при всех ее плюсах, она очень легко продавается ветром. И в качестве внешнего слоя использоваться не может. В то время как вот такая куртка, она может использовать в качестве внешнего слоя. И, например, в летом, на стыке весны и лета, на стыке лета и осени, в горных районах и так далее, вот эта куртка может с успехом использоваться и вместо третьего, и вместо седьмого слоя. То есть мы можем одну... Так, в довольно-таки теплых регионах. Да, да, да. Одну мы можем вот эту куртку вместо трешки и семерки использовать только ее. Соответственно, экономим место в рюкзаке и так далее, и получаем при этом необходимое утепление. Обращая внимание, друзья, только верх бывает, только перит бывает, только верх. И, соответственно, к этой же куртке с таким же количеством утеплителей, с небольшим, есть жилет. Жилет также может носиться самостоятельно и использоваться в качестве утепляющего слоя. Ну и, соответственно, он может использоваться и в комбинации с классической семеркой, если уж холодно совсем. То есть мы одеваем, получается, куртку третьего слоя, куртку третьего слоя, поверх мы одеваем жилетку, а поверх мы еще одеваем куртку седьмого, и таким образом максимально утепляемся, как только возможно. Если действительно, конечно, да, максимально утепление. Таким образом, друзья, суммируя все вышесказанное, Я могу сказать, что комплект семислоя, вот если мы все вот эти элементы складываем воедино, мы получаем многоуровневый комплект, который по количеству элементов полностью сопоставим, ну, с вершиной пищевой цепочки, это комплект ПКУ, который разработан для спецподразделений, ну, для САКОМ США. У них тоже, потому что первый слой представлен четырьмя предметами, седьмой слой у них представлен тоже четырьмя предметами, просто у них куртка Монстр Парка, а здесь мы видим в качестве четвертого предмета Перид, которая, я скажу, что по функционалу, она, ну, однозначно более востребована, чем Парка Монстр такая, которую очень редко кто использует на самом деле, судя даже по, ну, по всей информации, которая есть. Поэтому мы видим, что семислойный комплект представлен всеми необходимыми слоями. Некоторые из них пользовал я лично, некоторые из этих слоев использовали, ну, мои близкие, товарищи, друзья, и скажу так, что серьезных нареканий каких-то не поступало. Ни по утеплителю, ни по его количеству, ни по конструктивным элементам. Единственное, что лично я не пробовал, это и до чего, ну, информация как бы обратная до меня не доходила, это вот мембранный комплект. Но я думаю, этот мы пробел скоро решим, да, учитывая, что как раз на дворе весна, и она будет востребована. Собственно, друзья, на этом все. В комментариях пишите, на какие элементы вы бы хотели увидеть более развернутый, возможно, обзор. Мы не ставили своей целью разбирать тонкости, не тонкости, где какой карман, где в кармане карман, какая молния. Мы просто вот, в общем, перечислили именно состав всех слоев. В описании под видео на каждый слой мы укажем ссылку для того, чтобы из каталога компании, для того, чтобы вы могли лично, ну, ознакомиться со всей информацией более подробно. Подробно обо всех этих элементах, еще раз, на сайте компании «Сплав» ссылка тоже будет, ну, и во всех публикациях, соответственно, относительно данных элементов одежды. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Александр. Я думаю, мы были, ну, исчерпывающие в примитиве к теме видео. За сим все. Экипируйтесь грамотно, друзья. Да пребудет с вами сила.